И еще немного о гостях из южных стран, которые, правда, давно уже стали своими. Речь о бахчевых культурах. Мало кто знает, что арбузы и дыни в Россию завезли в 15 веке. Тогда заморский продукт редко ели сыры, им чаще из них готовили странное лакомство. Резали на тонкие дольки и клали на супки пщелок. А потом варили из них патоку с перцем и другими пряностями. Сомнительное удовольствие. Я бы не рискнула такое попробовать. А вот то, что рекомендует Мария Рянина, хоть сейчас. Фрукт, ягода или овощи. Так гадать можно практически про каждого представителя бахчевых. То, что арбуз все-таки ягода, знают уже все. Наш стол он украшает летом и осенью, а у вьетнамцев это и вовсе обязательное новогоднее блюдо. Впрочем, зеленый полосатик может быть вкусным не только в первозданном виде. Из него получаются отменные супы, салаты и, конечно, десерты. С них и начнем. В летнюю жару или просто, чтобы освежиться и побаловать себя необычным десертом, готовим пирожное, где арбуз успешно заменяет бисквит. Стоит лишь обмазать его кремом, обвалять в панировке и украсить по вкусу, а потом быстренько съесть. Сладкая подружка арбуза, дыня, вообще похожий овощ. В ее родственниках числится огурец, но, несмотря на несладкое происхождение, сочный плод чаще всего встречается в десертах. Причем пригодится не только мякоть. В корзинку из половины дыни складываем шарики арбуза, ягоды, маленький зефир, заливаем все желатином и ждем. Когда начинка десерта перестанет выливаться из съедобной вазы, разрезаем кушанье пополам, украшаем кремом, ягодами и мятой. Но одними десертами сыт не будешь, тем более основные блюда из бухчевых получаются ничуть не хуже сладостей. Вот уж чего у всех дачников полно в начале осени, так это кабачков. Собственно, и ассортимент блюд из них тоже отличается завидным разнообразием. Можно сделать исходно русские закрутоны с любой сытной начинкой, которую оборачиваем пластиком цукини или фаршируем половинки овощей, мясом и сыром. А если хочется совсем быстро и сытно, запекаем кусочки кабачка, баклажана и помидора, присыпаем специями и лопаем с аппетитом. Тыква еще один родственник семьи арбузов, дынь, огурцов и кабачков. Выращивают рыжеплод везде, пожалуй, кроме Антарктики. Так что не придумать массу блюд с этим ярким ингредиентом было невозможно. Суп из тыквы не только вкусный, но и яркий, поэтому есть его одно удовольствие. Готовится элементарно. Складываем в сотейник порезанную тыкву, измельченный чеснок, свежий имбирь и вот так сюрприз – грушу. Все варим, взбиваем блендером и выливаем в тарелку. Можно украсить блюдо вялеными помидорами и зеленью. После такого обеда тыква точно будет ассоциироваться с гелькотесами, а не только с хауином. Мария Рянина, Антон Пригорницкий, Тюменское время.